Им стал Динус Нуриманович Софиуллин, заместитель генерального директора АО Магнитогорский металлургический комбинат по юридическим вопросам. Сбор подписей, необходимых для регистрации кандидатов в депутаты Государственной Думы, прошел на ММК четко и организованно за считанные дни. И это говорит о том, что рядом с Динусом Нуримановичем работает слаженная и умелая команда. Кандидатов депутата Государственной Думы Софиуллина с регистрацией поздравил председатель Магнитогорской окружной избирательной комиссии Валерий Иванович Петров и вручил ему удостоверение. Инициативная группа это люди из нашего трудового коллектива и лидеры. В инициативную группу входит представитель профсоюзного комитета, представитель союза молодежи, ну и другие лица, которые являются лидерами в разных общественных, в разных возрастных слоях трудового коллектива комбината. Они знают не только как замдиректора комбината, но и человека, который добивался для комбината специальных положений, чтобы мы могли продолжить реконструкцию и развиваться дальше. Я считаю, что у нас, слава богу, система еще работает на комбинате. И это отнюдь не отрицательное явление, когда демократия означает развал. Я считаю, что демократия означает и порядок. В Магнитогорске продолжается регистрация кандидатов в депутаты Государственной Думы. Окружная комиссия сейчас занята в основном проверкой подлинности подписей, собранных будущими кандидатами в депутаты. Напомним, Магнитогорский избирательный округ объединил в себе город Металургов и близлежащие сельские районы. Сбор подписей производится. Сегодня мы рассматривали списки в поддержку кандидатуры Заплатина. Это генеральный директор Ассоциации племенных хозяйств «Измайловская». Они представили свыше 7 тысяч подписей, но, к сожалению, мы признали больше 4 тысяч подписей, собранных с нарушением закона. Поэтому ему не хватило для регистрации подписей. У него есть время еще? Да, у него до 22 октября еще есть время. На сегодня сбор подписей в поддержку кандидатов в депутаты Государственной Думы у нас объявили, нас уведомили, вернее, 14 человек. То есть в отношении 14 человек. Это, кроме Софиулина, это Починок Александр Петрович, депутат, нынешний депутат от нашего округа в Государственной Думе. Киселев от партии Держава Рудского, житель города Бендогорска. Бутов, предприниматель АО «Россия», город Магнитогорск. Кумин, врач психиатрической экспертизы межрайонной, проживающий в городе Магнитогорске. Допчинский, редактор газеты «Вечерний Магнитогорск». Монетов, вице-мэр города Магнитогорска. Пронина, представляющая от Коммунистической партии России. Матвиенко, работник Акционерного общества товаров и народного потребления металлургического комбината. Яковлев от ЛДПР. И сами выдвинулись также несколько лиц. Кононов, лично военнослужащий из города Краталы, Алхимов, неработающий. Заплатен от избирателей Кизильского района. Леонид Иванович, какие меры у Вас есть для того, чтобы вовремя увидеть подделку, обман и вовремя среагировать? Мы коллегиально проверяем все списки. И там сразу видно невооруженным взглядом, где обман и где нет обмана. Если можно, сейчас я готов Вам показать. Крупным планом следить. Взгляд у Вас вооружен, потому что Вы бывший прокурор города Магнитогорска, так ведь? Ну, я вообще-то, безусловно, что криминалистику когда-то изучал, и не раз, значит, и в работе она мне нужна была. Но там не нужно никакой особых знаний криминалистики, потому что там явно невооруженным взглядом видно нарушения самые грубейшие. Вот, допустим, списочек, это семья казахская, один хозяин семьи расписался за всех, значит, что недопустимо. Естественно, такие списки нам, мы принимать не можем. Вы, как организация городская, неправильно. Конечно, конечно. Поэтому я в этом не буду, его следствия. Продолжение следует...